всем привет меня зовут игорь ким сегодня мы разберем наболевшую тему которая интересует всех женщин на планете земля мужская измена ее природа откуда наберется причины возникновения как с этим бороться самостоятельно если это возможно ну и как дальше жить вот с этим бывают мужчины которые изначально по природе своей они гулящие или там дегустаторы я иногда их называют которые которым нужна частая смена партнеров и по-другому они не могут силу своего возраста темперамента количество тассерона в крови но в любом случае эту штуку не остановить они так будут жить и ты с этим ничего не сделаешь у тебя есть его несколько вариантов развития событий это бросить его и найти другого партнера более стабильного более надежного у тебя есть вариант терпеть это да то есть он будет изменять и ты будешь знать об этом и ты будешь терпеть третий вариант событий это делать вид что этого нет скажем так что избегание проблемы собой это приведет к определенным психоматическим заболеванием в конце женским заболеванием да и это такой себе выход на самом деле конечно лучше найти новые гармоничные взаимоотношения но на это решается не каждая женщина есть разные причины есть дети есть родители есть обязательства которыми вы уже обросли в совместной жизни поэтому это беспокоит очень многих людей есть мужчины на самом деле очень честный этот порядочный которые не собираются тебе изменять но в силу того что в какой-то момент совместной жизни ты перестала обращать на него внимание ты перестала руководствоваться и его целями и задачами по какой-то причине он становится для тебя просто банкоматом человек который просто приносит деньги ни за что то есть он тебе приносит ты их тратишь на себя и на детей но ты не поощряешь его как мужчину не обращаешь на него внимание это ты начинаешь его как бы юзать да такое абьюзер женский то есть ты просто берешь ничего брата не отдаешь и такие мужчины конечно ищут отдушину на стороне и это неизбежно но бывают мужчины которых так юзают и они все равно не изменяют и это очень долго объяснять но долгосрочной перспективе такие мужчины умирают рано тромб сорвался там 45 50 лет 60 лет да то есть это такая смерть которая она происходит неожиданно и быстро отчасти потому что женская энергия у него не восполняется то есть он не получает заботу тепло ласку и такой мужчина быстро выгорает и поэтому женская энергия в мужчине она должна присутствовать твое участие в его жизни должно быть наполнен если ты этого не будешь делать он либо изменяет либо умирает все простить измену женщина конечно это нужно прям быть очень осознанной для того чтобы простить но 80 процентов женщин никогда не прощают измен 80 процентов и это большая огромная работа над собой для того чтобы простить измену выпас понаблюдайте за звездами до которые там вот джейло по моему она там развелась из-за измены там замуж не вышла и сейчас они уже сколько лет прошло они уже вот поженились да и как бы ничего страшного если вы поговорите сорокалетними сорока пятилетними женщинами которые развелись из-за измены мужа там в 25-27 лет 45 они думают знаете что ерунда такая можно было не разводиться и жить и с эмоциями справиться помогут письма прощения помогут тренинги личностного роста какие-то да то есть работа над собой над своим состоянием у кого еще не было измен это вот то есть вы вывод живете вы вышли замуж поженились для того чтобы мужчина не изменял вы должны обращать на него внимание после рождения детей пас потому что до рождения детей вы автоматически друг другу принадлежите вам еще интересно вы друг друга изучаете но когда родился ребенок женщина переключает свое внимание на детей и если ты вовремя не переключить внимание с детей на на мужа измена неизбежно практически после рождения ребенка у тебя будет зазор в 57 лет для того чтобы не обращать внимание на мужа обращать внимание на ребенка но больше пяти лет нежелательно держать мужчину в эмоциональном голоде потому что через пять лет он начнет уже искать где удовлетворить свои эмоциональные потребности но и физически и в этом и сложность все женщины заключается что вовремя не могут переключиться с детей на мужа в этот момент происходит измены вы отмотайте тоже постарше свою жизнь когда это все началось это начинается там где-то через 5-7 лет брака когда уже ребенок уже более-менее взрослый умная же женщина да она начинает переключаться с детей на мужа потом внимание ему дала еще родила опять потом в детей ушла потом опять переключилась но к сорока годам примерно когда дети уже взрослые им там по 15 по 17 лет прям детей оставляете не уже более-менее автономный этот и переключайте все свое внимание и женскую силу которая у тебя осталось передаешь мужу и занимаешься только и и им его заботами его делами детей ты ведешь но уже поменьше им твоя забота уже такая не нужна мужчина твой который рядом нуждается в тебе если ты не будешь заниматься им им займется кто-то другой не отдавайте короче мужчину на аутсорс чтобы кто-то какая-то другая женщина удовлетворяла его потребности этого не стоит делать вы можете сколько угодно ругаться говорить что так нельзя что это аморально да но отчасти это и тоже твоя ответственность потому что отношения это взаимоотношения двух людей и ответственность здесь одинаково 50 на 50 общем друзья пишите в комментариях сталкивались вы с изменами как вы это проживали как это повлияло на вашу жизнь и что вы вообще думаете о мужских изменах должно быть не должно быть правда не правда всем пока в общем всем надежных партнеров